Старые добрые настольные игры, конструкторы, казалось, постепенно уходят в прошлое, но они все так же интересны и очень полезны для развития, утверждает организатор необычной выставки Андрей Ткачук. В Барвихинской школе он представил коллекцию миниатюра для творческой молодежи. Мы создаем пространство, в котором ребята могут познакомиться с тем, что их окружает за стенами школы, какие есть хобби, какие есть настольные игры, чем я вообще могу заняться один или с друзьями вместе. Эти крошечные фигурки собираются вручную. Каждая деталь тщательно подбирается, потом они аккуратно соединяются, окрашиваются. Весьма сложный, но такой увлекательный процесс, говорит один из участников выставки Егор Кошелев. Это хобби появилось в его жизни несколько лет назад. С тех пор участвовал в нескольких конкурсах миниатюр. Когда ты открываешь коробку, это ни с чем не передаваемое ощущение, потому что когда ты достаешь из коробки вот такую, казалось бы, самую простую пластиковую рамку, на которой все эти детали, и ты уже начинаешь как-то в голове представлять, как это все будет выглядеть, какие цвета ты выберешь для росписи, это очень дорогого стоит. Развитие мелкой моторики, воображение, коммуникативных навыков – лишь немногое, что дает это увлечение. Каждый конструктор на определенную историческую тематику. Если ребенок узнает или молодой человек, что у него дедушка был танкист, или прадедушка, и он, например, чтя его память, узнает, на чем он воевал, что это был за техника, какой у него был номер, а потом делает миниатюру, ставит ее куда-то или дарит кому-то, ну это прекрасно. Работу участников, даже военного, со стажем не оставили равнодушным. Солдаты, военная техника – все как настоящее. Восхищается Михаил Солнцев. Когда она тематическая выставка, и представлена именно в разных эпохах, в разных воинских формированиях, даже форма одежды, все подчеркивает то, что это реально. Вооружение, военная техника – это все тех времен, вплоть до сегодняшних времен. И это захватит потому, что как бы они здесь, да, Андрей, готовы к выполнению поставленных задач. Вот они как бы сейчас двинутся и пойдут там в бой. Выставка проводится уже в третий раз. В этом году около 10 коллекционеров из разных городов предоставили свои миниатюры. Почти 500 фигурок будут радовать, удивлять и вдохновлять учеников Барвихинской школы. Все желающие могут попробовать самостоятельно собрать подобную модель на школьных кружках. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.